Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Потом находят... Смотрите, вы, значит, увидели все тайны. Все тайны, да. Но у нас подписание о неразглашении секретов. Серьезно? Ну, и, допустим, разгласите вы один секрет, и что? На самом деле, мы из трюков семьи, и большинство трюков мы уже знали до этого. Но несколько трюков, конечно, мы подглядели. Но сегодня вы увидите этот трюк полностью. Братья Страховы на нашей кухне будут готовить торт. Я так понимаю, не просто там какая-нибудь шарлотка с яблоками, а что-то такое ого-го? Это на самом деле, да, это серьезное, можно сказать, произведение искусства. Как и все, что вы делаете. Пришедший к нам в Соединенных Штатах Америки, с которым мы познакомились в Европе, где не менее популярен этот торт, чем в Соединенных Штатах. Называется он... Красный валет. Красный валет? Нет, вельвет. А вот валет или вельвет? Я его знаю как красного валета. Ну, в принципе, червовый даже. Червовый. Его так называют. Этот неповторный десерт створил кулинар Джеймс Бірд, ведущий первый в мире кулинарного шоу на Телебаченне. Джеймс присвятил его своей любимой дружине, про которую сказал. Она – натхнение всего моего життя. Интересно, что кривовый червяный колор торта вышел случайно. Через реакцию какао-порошка с кислыми ингредиентами, такими как пахта. Однако в наш час кухарьи додают звичайный харчовый або натуральный барвник. Червоный вельвет, явившись на свете заради женщины, стал символом женского счастья. Это один из самых популярных весельных тортов. И своей популярностью он благодарит не в последнюю очередь надзвичайному колору. Ну и так, то есть это классический красный вельвет, да? Вот у нас есть уже подготовленные ингредиенты. Масло, сыр, маскарпоне, яйца. Вот понимаете, как хорошо братьям? Время экономит, то есть одновременно... Две хозяйки на кухне – это беда. А я вас сейчас просто успокою. Хозяйка? Будете вы. Договорились. Итак, что нам понадобится для торта, который мы называем красный бархат? Или валет. Или валет. Сливочное масло, сахар, яйца, сахарная пудра, сода, уксус, ванильный сахар, сыр маскарпоне. Для красителя это гранат или клюквенный сок. И молоко, сливки. Кефир. Не-не, разошлись. Вы часто ссоритесь друг с другом? Ну, раньше постоянно. Раньше это было каждый день, да. Но чем старше мы становились, тем реже это происходило. То есть мужчины все-таки умнеют, да? Теоретически. Все-таки стареем, наверное. Хорошо, с чего начнем мы приготовление этого великолепного торта? Сначала забьем масло, порежем его на маленькие кусочки, чтобы оно легче сбилось. Так. А у вас есть главный в вашем дуэте? Нет. Ну, я знаю, что когда мужчины говорят, что они уже разобрались, кто главный, главный оказывается женщина в этот момент. И как у вас с этим дела обстоят? Когда нужно уступить жене. Так. Когда не стоит уступать. А вот так вот ты прямо, Илья, так вот и делал? Вот так вот прям не стоит, да, и все. А она прямо сразу понимает, что не стоит. Не сразу, приходится убеждать. Яйца. А что ты делаешь, Данил? Взбивает масло. Собьем масло. С добавками с сахара. Да. И яйца. Закидываем яички. Так, значит, у нас там, чтобы я же понимала, что происходит, сливочное масло. Достаточно. 200 граммов, мягкое. 200 граммов. Да, и желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Угу. Засыпаем. Сахар. Сахар засыпем. А сколько сахара? Сахара здесь грамм 250-300. У Ильи, так сказать, все в порядке. Жена вот так вот по струночке ходит. А у тебя, Данил? Не скажу, что я свою жену строю. Подстраиваю. Я ее настраиваю. У нас взаимные отношения правильные. Ну, у вас, в принципе, же получается, что вы часто бываете далеко от семьи. Нет. Мы делаем контракты так, чтобы у нас идет первое условие договоренности контракта, что жены нашей семьи ездят с нами. Это первое условие наших контрактов. Это есть и долгосрочный контракт. Если короткий, там, на неделю, на две, мы можем поехать, естественно, не брать. Можно их и позволить. Но это первое условие в наших договорах, что наши семьи всегда с нами. Значит, вы едете, вы двое, ваши жены, а дети у кого сколько, какие? У меня один, у меня двое. Зовут Оскар. Я ванильный сахар добавляю. То есть Оскар у Данила уже есть. Туда же. А как долго все это там будет сбиваться? Ну, вы смотрите, чтобы была однородная масса. Чтобы не было ни комочков. Поэтому желательно, может быть, скорость немножко уменьшить. Наоборот, увеличить. Вот так, братья, немножко. Давай уменьшим. Наоборот, увеличим. Хорошо, давай увеличим. Все. Договорились. Оскару 4 года, а твоим детям? Старшему льву 4 года, а Елизавете год и 9. Маленькая совсем. И уже по гастролям с папой? С самого рождения. А вот эта гастрольная жизнь у вас с детства? У нас совсем с малого детства, с двухнедельного возраста. Да вы что? То есть мама поехала на гастроли? Полетела. Полетела. Да, когда нам было, две недели вот тогда. Ну, мне кажется, что то, что у цирковых артистов такая яркая, легкая, веселая жизнь, это какой-то миф. Яркая, но не совсем такая веселая. Действительно, трудиться приходится очень много и усердно. Теперь нужно залить уксус. Я все-таки краем глаза очень четко замечаю, насколько у тебя порядок во всем. Высыпал, поставил на место. Чистота идеальная. Это дорогого стоит? Не крошек на кухне. Я вообще люблю чистоту. Да? Да. Мы очень любим кухню, мы очень любим готовить. Теперь мы смешиваем гранатовый сок с кефиром. Это не гранатовый сок? Гранатовый, вы говорили гранатовый. Это, не-не-не, я пошутил. Подожди. Это свекольный сок. И вы думаете, что свекольный сок в торте, это будет вкусно? Да. Он будет не заметен, он придаст насыщенный такой бардовый. Вот два голоса прям, Надя, свекольный сок, это круто. Надя, что свекла, это полезно. 100 граммов свекольного сока будет достаточно. И 300 граммов кефира. Размешали. И вливаем. Слушай, как ты красиво смотришься с этим розовым. Просто подтекаешься. Вот это, если вот так еще сделать. Розовый свекольный кефир, йо. Так что там насчет жен, чем они занимаются? Когда вы готовите, дети тут мирно играют. Дети ваши, я так понимаю, дружат. Когда мы готовим, никому лучше не подходить. Моя жена всегда жалуется, потому что после меня плита вся грязная. Она говорит, мне за тобой убирать. Я говорю, подожди, ну я приготовил, но ты убери плиту. А это, поверь, ты похож на 99,9% мужчин. Которые, когда готовят все вот так, зато потом садишься, пробуешь, пальчики оближешь. Ну я не знаю, как у вас это получается. Просто молодцы, правда? Сейчас смешиваем соду с субсидом. Давайте вспомним, как все начиналось. Ну вы вот в цирковой семье родились, две недели поехали на гастроли, потом вернулись в гастроли и думаете, хорошо, будем акробатами. Или как это было? В шесть лет нам отец однажды сказал, ребята, переодевайте спортивные и давайте репетировать. То есть он не спросил, а просто... Нет, он не спросил, он просто... Ну как в обычной цирковой семье? Чему мы и благодарны отцу и вообще нашей судьбе. А папа тоже акробат? До сих пор, да. Ему уже за 70, он до сих пор выступает. Он совсем недавно вернулся с гастроли с Аманом. Ой, я извиняюсь, не в ту сторону крутому. Хоть не на тебя? Нет, это я удачно футболочку одел. Слушайте, ну вот получается же, так и в акробатике. Крутнешь, оно не туда поедет. Если вот какая-то неудача в постановке акробатического номера, какие-то сложности. Бывали, бывали у нас неудачные элементы с падениями. Счастье без сложных последствий. Теперь нужно засыпать ему куку. Чтобы получилось тесто. По чуть-чуть. Давай. Засыпаем. За вот это вот время не было желания когда-нибудь данному эту акробатику? Акробатику, полюбившийся такой жанр, пока позволяет здоровье, будем трудиться до последнего. Ну так если вы говорите, папа в 70 лет еще выступает, значит вам еще... Когда это в крови, этого бросать не хочется. Но я так понимаю, что судьба Оскара и Льва предрешена. И еще Елизавета. Елизаветы тоже? Да. Я уже тренирую Оскара, по чуть-чуть я начал. Папа, окстись, ребенку 4 года. Давно пора. Что делать? Это давно пора? Можно было бы с 3 лет, но мне было жалко. Жалко. Мне было сложно себя перебороть, заставлять своего ребенка что-то делать. Ну, по чуть-чуть с игрой прыжки в длину, высоту, и мы дошли до стоек на руках. Уже? Да. Но он самостоятельно ничего не стоит, но у стенки свободно стоит. Я думаю, что секунд 40 уже простоит. Сам у стенки. Знаете, очень забавно выглядит, когда моя дочка Елизавета, которой 1,9, 1,9, когда, глядя на меня, когда я репетирую, разминаюсь, стоя на руках, она подходит и тоже пытается изобразить эту сточку, конечно, смотрится очень неуклюже, но забавно. А ей кажется, что это нормально. Она думает, что все папы так делают. Хотя старший лев, для его возраста он исполняет достаточно сложные танцевально-акробатические трюки. Давай я замызу, давай, пожалуйста. И случайно форма сердца выбрана. Что может быть лучшей формы сердца? А я предлагаю вначале залить форму, а потом обрезать, чтобы она не нарушилась. А это идея. Давай. Теперь нужно немножечко смазать маслом, чтобы не перегорел корж. Кстати, что самое главное, вот, допустим, я, ну, извините, что так поздно, но решила стать акробатом. Или правильно сказать акробаткой? Акробаткой. Как вот мне определить, что я могу, что у меня есть какие-то шансы? Всего лишь только нас его поверить в себя и все. Просто вот поверить и все? Да, да. Ну, а если вот маленький ребенок, ваши дети, в какой-то момент, ну, им будет очень тяжело. Например, плакать будет. Будет тяжело. Будет тяжело, будет плакать. Без этого не достигается ни одной вершины. Нельзя без слез? Через без слез нельзя. Нет, понимание детей, потому что они, не все дети, осознают, что им это надо. Что им это нужно в жизни пригодить. Ну, по крайней мере, ну, большой, вы, если общались с большими, с великими звездами, с олимпийскими чемпионами, да вообще со всеми спортсменами, любой вам скажет, что все через труд, через слезы, ну, это если они с детства. Если человек уже осознанный взрослый, естественно, ему просто стыдно плакать. Сейчас-то, конечно, от нас слез не выбьешь. Ну, вот у нас наша Аниточка Луценко всегда говорит, нет боли, нет результата. Да, так это в жизни. В нашей церковой у спортсменов так оно и есть. Естественно. А духовку-то нам нужно разогревать? Духовку-то делаем, разогревать 175. И осталось только совсем немножко обрезать лишние края. Вот, готова формочка, залитая. Прошу, отправляем это все дело на 50 минут в нашу тепленькую духовку. Тепленькая, это 175 градусов. Мы сегодня готовим торт, который в Америке называют вельвет. Красный вельвет. И у меня прекрасные братья в гостях, Страховы, Илья и Даниил. А 50 минут уже в духовке, вот что-то там томится. Пора доставать. Доставим. Надо, кстати, определить, что уже готово. Для этого у нас есть такая указочка. Волшебная палочка? Волшебная палочка, да. Вопросов нет. Вы видите, ничего абсолютно не пристало. А это значит, что все внутри пропеклось. Ой, какой запах. Я уже могу есть. Я тоже. Если честно, хочется. Вы знаете, с коржа отрежем краешки красивенько, чтобы он хорошо пропитался. И разрежем напополам. Мы смешиваем 50 граммов сливочного масла. Добавляем туда сыр. Маскарпоне. После чего мы добавим ванильный сахар и немного сахарной пудры. Пока у нас делается второй замес крем, мы разрежем торт вдоль и снимем краешки. Итак, значит, у нас там взбивается сыр маскарпоне, сливочное масло, и сейчас туда пойдет сахарная пудра. Это будет крем. Ванильный сахар там тоже есть. А тут мы пробуем корж. Хороший? Ребята! Посмотрите, какие два замечательных сердца. Я такого цвета коржа еще не видела. Ну что, как там у нас крем? Ждем. Нам нужно очистить гранат. У меня есть для вас, наверное, то, чего вы не знаете. Как быстро, красиво, качественно вытащить отсюда гранатовые зернышки. Продемонстрируйте. А я хочу, чтобы ты еще раз так... Ну, я просто сделаю вот так вот. Но на самом деле, давайте сделаю я. А вы мне рассказывайте. Да. Значит, ну мне нужна такая большая вот посудина. Вот. Ну мы-то с вами знаем. Помните, Тараш Пиро научил нас чистить киви, гранат, яйца, все. И гранат чистим мы таким образом. Разрезаем пополам. Разрезали. Ложечкой стучим по корочке. Ты оказался совершенно прав. И вот так вот делаем. Давайте я сделаю. Чем сильнее рука, тем быстрее выпадут все зерна. Вот, посмотрите, пожалуйста. Ну вот тут вот мы видим четко, что акробатические способности помогают чистить гранат. А как еще в обычной жизни вам помогает то, что вы прекрасные акробаты? Часто выручала ловкость рук. И вот мы, ну, как будто просто разговариваем. Как мы определяем, что крем уже готов? Очень просто. Крем готов. Ну сейчас, опять же, до однородной массы. Главное его сильно не разжижить. Чтобы он не растекался по коржу. Вот и все. Ну я понимаю, что для американцев маскарпоне это так, сущие пустяки. А у нас это дороговато. Поэтому я предлагаю, если вдруг что, заменить сыр маскарпоне сливочный, например, творожной массой или детским сыром. Да? Отлично. Отличная идея. Можно небрежно, главное, чтобы не наляпать на себя. Толстым слоем. Чем толще, тем будет вкуснее. Он пропитается. Уж небрежно к небрежно. Уж небрежно. Раз. Раз. Ну да. Конечно же, Данил, ты не пожалел совершенно. Тихо, 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 тихо. Это все дело, оно сейчас все размажется. Берем красивую тарелочку. Угу. И перекладываем, чтобы это уже было красиво. Оставь. Давай, 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 вот так аккуратно, поближе. Ничего страшного. Потом мы будем края украшать. Края еще украшим рукавчиком. Добавим туда кремчика. Вот таким вот движением. Финальный. Раз. Два. Это выдавливай, выдавливай. Куда? Это выдавливай, я выдавливаю, выдавливаю, она не выдавливается. Иногда украшение торта похоже на акробатику. Вот сейчас как раз этот случай. В общем, как-то так. И нам? Это просто шедевр, по-моему. Вот так вот мы украсили наш замечательный, прекрасный торт. Но не хватает одной последней изюминки. Для чего мы подействовали гранаты. То есть мы будем делать что-то с гранатом, пока я делаю кофе. Правильно? Хорошо, договорились. У меня есть идея для приготовления кофе. Я готовлю кофе вот так. Беру кофе, насыпаю и наливаю. А ты делать будешь это как-то по-другому? Прошу. Можно я это сделаю на столе? Да. У нас и так и насраждение, мир перевернут кверх ногами. Поэтому чего ж тут? И сейчас Илья Страхов перевернет мир вверх ногами. И сделает это с помощью кофе. Смотрите и учите. Поговорил наш папа. Это хорошо, что он карта еще не поел. Я точно никогда так не делала кофе. Илья Страхов. Я не знаю, кто сейчас первым попьет. И это буду не я. Мы забыли положиться. Спасибо. Слушай, ну так получается, что таким образом можно было и торт готовить, в принципе. Наверное. Ну, больше времени. Да. Ну, чтобы было. Мы замазюкались бы больше. Да, пожалуйста, не повторяйте без подготовки этот эксперимент дома. Хотя, согласитесь, было круто. Наш торт закончен. Великолепно. Ну, будем пробовать? Да. В завершении? Доброе. Вот так вот. Чисто одесский вариант. Все будет доброе. Ну что, ребята, даже не знаю, как красиво все написано. Он сказал, поехали. И махнул. И махнул. Как по маслу. Смотрите, какая красота у вас получилась. Для приготовления торта «Красный бельвет» нам понадобится мука, сливочное масло, сахар, яйца, ванильный сахар, кефир, сода, уксус, свекольный сок, крем-сыр, сахарная пудра. Разогреть духовку до 175 градусов. Сливочное масло взбить с сахаром, яйцами и ванильным сахаром. Кефир добавить в свекольный сок. Соду погасить уксусом. В смесь добавить кефир со свекольным соком, соду, погашенную в уксусе, а затем всыпать муку. Все тщательно перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Корж выпекать в духовке, разогретой до 175 градусов на протяжении 50 минут. Охладить. Разрезать на два коржа. Приготовить крем. Взбить крем-сыр и масло до однородности. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар. Охладить. Коржи смазать кремом и украсить зернами граната. Дать торту настояться в холодильнике. У нас сегодня, братья Страховы, приготовили торт американский, но с одесским колоритом. Все буквы на месте, все кусочки в тарелочках. Слушайте, это необыкновенная красота у вас получилась. Да, на самом деле получилось неожиданно красиво. И, надеюсь, так же вкусно. Ну, вы-то знаете, как это должно быть вкусно. А я вообще пробую этот торт впервые. Серьезно? Да. Ну, приятного аппетита. Ммм. Хорошо? Ммм. Ммм. О-о. Замечательно. Удалось. Ничего себе. Все-таки вот этот свекольный сок, который в корж попал, настолько украшает и внешне, и по вкусу. Это не похоже на обычный бисквит. Очень вкусно. Я уверена, что наша с вами встреча не последняя. Этот великолепный торт будет примером, который вдохновит всех вас, мужчины, своим любимым приготовить нечто вкусное и красивое. Рецепт вы уже практически знаете. Спасибо вам большое, что были у меня в гостях. Я желаю, чтобы акробатика, которая является вашей любовью на всю жизнь, была действительно любовью для всех нас. Потому что нам понравилось не только то, что вы делаете в акробатике, но и то, что вы вытворяете на кухне. Спасибо. Привет, Ютуб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе. Субтитры сделал DimaTorzok